Нанесем смежные сети на наш чертеж. Перейдите в чертеж проектирования внешних инженерных сетей водопровод в папке тест-драйва. Здесь у нас имеется смежная трубопроводная сеть в виде водопровода. Создайте быстрые ссылки на трубопроводную сеть V1. Вернитесь в чертеж с нашей канализации. Теперь создайте ссылку на трубопроводную сеть V1. Наша смежная сеть появляется у нас в чертеже. Как только сеть появляется на нашем плане, мы можем отобразить пересечение на профиле. Выберите трубу левой кнопкой мыши. На ленте интерфейса запустите команду «вычертить элементы на профиле» и укажите вид профиля канализации. И на профиле появляется эллипс пересечения. На ленте интерфейса перейдите во вкладку «аннотации» и нажмите на иконку «добавление меток». Объект задайте вид профиля, тип метки – отметка пикета, стиль метки – отметка диаметр. Нажмите «добавить» и укажите вид профиля канализации. Щелкните дважды левой кнопкой мыши по низу эллипса пересечения. И появляется метка, показывающая отметку дна пересекаемой трубы. При этом наше пересечение – это не просто эллипс, это фактический элемент со своими свойствами. Например, мы можем зайти в свойства пересечения и посмотреть диаметр пересекаемой трубы. И теперь добавим диаметр в метку пересечения.